Всем привет, друзья! Это новый влог. И начинается он с того, что... Надо будет ставить кондиционер. Иху! Принесли тут всякие штуки. Чарли интересуется. Вот на этой стене будет кондиционер. Там вообще запарно. Будут вышку, короче, вызывать. Вообще пипец. Вот. Соседи, наверное, в шоке будут. Хотя в будний день, наверное, никого дома особо нет. Вот. Представляете? Так. Рассказываю по ценам. Будет стоить установка 18 тысяч. Вы можете себе представить? Это очень много. Я думала тысяч 7. А там вышка. Их два человека работать целый день, типа. И, короче, ну вот 18 тысяч. Это пипец. Я, конечно, такое не рассчитывала. Я рассчитывала купить кондиционер и больше не вкладываться. Кондиционер сам стоит 39 тысяч. Это самое бюджетное, что мы нашли. Вот. При этом более-менее нормально по качеству. Потому что сейчас кондиционеры выросли в цене. Там, типа, те кондиционеры, которые... Вот наш кондиционер по-любому можно тысяч за 30 было купить. Вот сейчас он стоит, то есть, там, 40, да? Вот. А кондиционеры, которые можно было купить за 40, сейчас стоят 100. Поэтому у этого мужика еще остались со старыми ценами более-менее. Вот. Поэтому делаем по старым ценам пока. Потом хочу вам похвастаться. Купила вот такой SPF. От La Roche 50. И он такой классный. Он как водичка. Он прям такой... Вот. Легкий. То есть, вот вообще такой. Класс, короче. Я уже наносила его на кожу. И он... Короче, он не остается. Вот как обычный SPF. Он прям впитывается. Его как будто и не было. Но он это и называется Fluid. Даня тут делает когтеточку. Второй раз уже. Причем у нас кошки настолько усердно... Когти. Видите, что они отрывают от дощечки саму вот эту поверхность? Вот. Смотрите, сколько уже. Специальные дохренища этих же скрепок, чтобы точно не оторвалось. Да, они вообще задолбали. Я нанесу вам Fluid. И как можно заметить, то есть лицо жирное. Вот оно прям чувствуется. И... То есть, мне кажется, он полностью не впитается. Соответственно, когда я сейчас нанесу поверх мою пудру, она продержится на нем ровно 5 минут. Потом она превратится в жирное лицо, я уверена. Потому что на моем лице косметика держится час, потом она течет. И ее нужно либо обновлять, либо постоянно матирующейся салфеткой пользоваться. Прошла секунда, а я уже объехала весь город и вернулась домой. Я сейчас ездила, забирала подарки для первоклассников. Город, да, типа тем, кто из нашего садика выпускается подарки. Я вот ездила, забирала в департамент образования и отвозила в садик. Вот. Там еще деньги клала, ну, грубо говоря, всякие такие дела делала. Наверное, видно, да, какие носки грязные. Это вот я сейчас по дому прошлась. Хочу сделать отзыв на СПФ. Вот, то есть прошло 2 часа. И знаете что? Я просто сверх удивлена. Потому что у меня за это время лицо обычно очень жирное. А сейчас оно не жирное. Оно обычно, как будто, я не знаю, как будто СПФ как база лег и не дает коже жирниться. Вот есть такое ощущение. Это очень странно. Я этого вообще не ожидала. Ну да, она такая блестящая, как будто в креме. Но она обычно более жирная, чем без СПФ. Чем это можно объяснить? Тем, что он, видимо, дает какой-то барьерный слой и ложится как база. Но это очень неожиданно. Мы с кошечками смотрим вот на вышку. Вышка приехала. Вот Чарли смотрит. Они из труб из детского сада. Сейчас она поднимется и поставит нам кондиционер. Чувствую уже, как соседи пишут в чате. Чья машина по газону ездит? Смотрите, какие они штуки поставили прикольные. Чтобы заехать на бордюр легче было. Тупо деревяшки. Интересно. Итак, нам сделали кондиционер. Вот так вот он выглядит. Очень хорошо. Все. Кроме вот этого! Я не могу. Блин, это просто отстойно. Посмотрите, просто провод идет вот так через всю стену. Вот так по полу. И вверх. У меня это вообще вымораживает. Я не могу на это смотреть. Я не знаю. Я думаю, даже вызвать электрика. Чтобы электрик сделал вот здесь розетку под этой розеткой. И там воткнуть эту штуку, чтобы тут была просто голая розетка. И этого не было. Потому что я не могу на это смотреть. Что это такое? Это вообще колхоз полнейший. Ну, не очень красиво. Согласен? Да, это вообще колхоз. Что это вообще такое? Ну, вот это вообще. Что за конструкция? Вот это? Нормально. Я считаю, надо розетку вот там делать. Но розетку, поскольку уже поздно делать. Но можно сделать розетку под розеткой. По-любому. Понимаете? Чтобы сделать розетку под розеткой. Вот тут куча отверстий в стене. Да не кучу. Одно по одному. Мы черепахам, когда провод тянем. Так там стена, там нужно все сверли. Ты сверлишь, провод тянешь. Дырки делаются. Каждый там 30 сантиметров. Здесь максимум одну сделают. И еще одну. Я сомневаюсь. Вот там бы я сделала розетку. Ну, не знаю. Меня вот это просто вымораживает. Еще, блин, вот до этого места. Не до этого. Не знаю. Просто отстойно. Полная отстойно. Ну, мы можем продлить и сделать кусочки такого. Да, это выглядит отстойно. Меня вообще вот это все очень бесит. Что это вообще такое? Ай, кошмар. Ну да, надо было сразу проектировать там розетку. Еще знать, чтобы гирлянда там была. Спасибо, что тебе не сверху так вот идет провод. Сперед этой штучкой сюда подведен. Нет, я бы вообще умерла бы. Может быть, позвоните электрику и спросите, сколько будет стоить вообще вот там как-нибудь розетку вывести. Да, Настя, почему ты не понимаешь, что как-нибудь вывести розетку, это минус вся стена. Может, через потолок как-нибудь от той распределительной коробки. Так не делают. Ну, нет, может. Ну, ладно, сделать можно все, что угодно. Можно провод. Ну, вот это я не могу мне это триггерить просто. Кондиционер классный. А еще они сказали, что он должен быть включен все время. Я не думаю, что это норм. Я хочу, чтобы он был включен только, когда мне жарко. Они описали это так, что кондиционеру проще одну температуру выставить, и она типа поддерживает. Сам все анализирует, сам поддерживает. Ну, типа чем разгоняться до холода постоянно. Чем каждый раз, да, гигантское нагреть помещение, прогревать, охлаждать. Это типа неправильно. Ну, не знаю. Ну, я не знаю. Я не хочу, чтобы он все время был включен. Показываем теперь штуку, которая на улице у нас. Нас запугали, что он будет очень сильно шуметь, и все соседи поджаруются. Он вообще молчит стыдно. Там вообще никакого звука не слышно. Я думаю, что мы пока режимы у тебя будет. Ну, в любом случае, мы теперь не умрем от жары, потому что здесь летом просто кошмар. Мы прошлым летом, вот можете посмотреть мой влог о коронавирус, мы просто умирали. Мы лежали с температурой, и просто у нас был вентилятор, на нем пакет со льдом, ледяные бутылки, я кошек водой поливала. Я пульки открывала, морозилку, чтобы она подышала, потому что она с открытым ртом сидела. Это вообще не норм. Все, теперь мы не умрем от жары. Здесь градусов 40 было летом, вот реально. Теперь мы умрем от голода. Сегодня Даня мне подарил цветы, очень красивые. И можно уже заметить, что вот эту всю конструкцию сожрали кошки. Да, они были пышнее, выше. Они переломали им все стебли, ехать стригло и засунуло так. И Даня нашел идеальный выход. Это как просто, не знаю, это как в Шреке, просто как в Геншине. Такая супер защита. Это кошек. Это ковер этот. Он очень больной. Вообще пипец. Реально. Я просто сначала такая трогаю цветы, я потом смотрю. Господи, это реально пипец. Вот так вот. Купишь цветы и придется вот. Еще и с ковриком мучиться. Это пипец. Пусть не просто, как вам в голову пришла такая гениальная мысль? Это все равно не поможет. Просто хоть как-то хочу, чтобы ты в Яков не плакала, когда видишь, что они разбросаны по всей квартире. Давай на ночь их уберем. А ты кошек? Даня себе подстригся, вот у него теперь короткая стрижка. Мне нравится так все равно больше, чем было. Хоть и непривычно, но лучше, чем было. Мне нравились длинные волосы, но я всегда зимой обрастаиваю, а летом сбрасываю волосы. Мы с Даней сейчас посмотрели, я хочу съесть твою поджелудочную. И просто как сучки ревели. Это вообще жесть. Я не знаю, что вы умеете так плакать. Это реально, это, ну, это непередаваемо. Я в последний раз так плакала, я не помню когда. Я помню, что меня поразило только район номер 9 фильм, что я ревела пиздец. Вот район номер 9 и хатика в детстве. И вот сейчас я тоже так. Ну, не настолько, конечно, грустно, но вообще жесть, очень трогательно. Вообще не могу вспомнить, говорю, вот таких, вот таких, как бы, картин. Когда я бы так плакала вообще, очень трогательно. Вообще меня редко поражают фильмы, где там люди страдают или что-то такое, или что-то трогательное. Я достаточно редко плачу над фильмами. Ну, сказать так, я немножко более черствая, чем могла бы быть. То есть не такая чувственная. Но, если дело касается животных, там, или чего-то такого, то я просто вообще... Ну, меня любая малость, я вот начинаю реветь сразу же. А вот в этом аниме, вот, я хочу съесть свою поджилую, что там вообще про животных как бы ничего. Именно с людьми. А с людьми меня редко что-то трогает. И тут меня прям, ну, щедокубина души тронула. Это вообще редкость для меня. Поэтому очень круто. Вообще. Всё, вы можете заметить мои краснющие глаза. Это я целый день играю в геншин. Целый день. Ммм, кошмар. Они у меня даже болят. Вот знаете, вот там вот, над веком, вот там. Ужас. А лоб, кстати, так и не разнемел. Вообще отстой. Я его не чувствую. Ну, чувствую, но плохо. Короче, отстой. Представляете, через 12 дней лета я иду. У меня куртка, кофта, шарф. И мне реально холодно. Если я ездила на работу с подогревом сиденья. Там ещё тучи грозовые. А я с почты иду забрала посылку с Алиэкспресс. Сейчас буду снимать распаковку. Но влог выйдет позже, чем распаковка. Поэтому вы уже видели. Можете посмотреть мою распаковку с Алиэкспресс на канале. А ещё подписывайтесь на меня. Нас уже с вами что-то 935 человек. Я очень этому рада. Каждому спасибо большое. Иногда они сейчас зашли в магазин. Тут нам картридж для принтера заправляют. Смотрите, выжигание по дереву. Я в лагере, когда была в детстве. Это было единственное, что мне нравилось в лагере. Это был кружок по выжиганию. Я помню, и то я сходила на два занятия, а потом это стало слишком привилегированных других детей. И мне, короче, другие мне кружки давали. И я так любила это. Короче, электроприбор для выжигания. Представляете, я бы купила. Я бы реально купила. И вот это бы я купила, если бы понимала, что мне это пригодится, кроме как один раз. Вот. Но это так круто вообще. Я хочу повыжигать. Мы сейчас были в аниме-магазине. И я купила Венти. Я не знаю. Это просто картинка. А у меня столько счастья. Я вообще не понимаю, как это работает. Типа, это Венти. Я не понимаю. Это агеншин. Я вообще очень жду. Когда обзорность? Когда видео про агеншин? Блин, увижу, типа, когда обзор на агеншин. Я не понимаю, что в Агеншин снимать-то. Что там нужно? Я, ну, не понимаю. Летсплей. Обзор аккаунта или что? Да. Пароль и логин аккаунта показываешь. Короче, я такая счастливая. Это вообще первая моя какая-то аниме-покупка, чтобы я что-то такое купила. Сама для чего-то. А вещи с Алиэкспресс не считаются? Ладно, считаю. Ну, типа, это вот именно что-то ненужное, типа. Но то, что приносит дико многое счастья, я на нее смотрю, я прям радуюсь. Поставлю на него полочку. Сейчас вечер, мы в ленте. И у нас в тележке снизу был вот лимонад. И можно наблюдать нашу траекторию хождения. Мы не заметили. Мы просто заходили в каждую эту штуку. Капец. Это вот мы так шли. Это вот следы наши. Мы с Даней уже наступили в следующий день. Мы снимаем кукинг. Даня, аллергия, дичай. Сегодня что-то пробудилось. Даня, это мороз просто краснющий. У нас получился вот такой томатный суп. Вот. Очень классно. Давай сильнее. Как вы можете прокомментировать наш сегодняшний кукинг? Классно. Мы выбрали блюдо без рандома в этот раз. Выбрали то, что было интересно. И пока что угадали. Я не знаю, как будет с десертами. А ты когда был? Ты не заспойлеришь? Нет. Тогда пока что... Ну, лучше ты расскажи. В общем, мы выбрали очень крутые блюда. Очень нравится готовить. Единственный минус, что сегодня что-то очень сильно цветет. И у Дани текут сопли нон-стопом. И во всех блюдах используется лук. Мы везде режем лук. У нас оба текут слезы, сопли. К счастью, мы недавно купили кондиционер. И из-за этого мы поставили на драй, на режим, чтобы воздух фильтровался. И закрыли окна. Вот еще мы тут попиваем реквизит. В рецепте используется пиво. Это клево. Эль, Эль. Да. Короче, пойду-ка я отсюда, то у меня тоже глаза слезятся. Все в сборе, почти все. Здесь Марк, Даня. Даня, евреи, Лика. И мы сейчас идем в ленту закупаться. Даня, оригинальный Даня? Даня, евреи. Это, смотря, сколько за ленту. А для Лики ты Даня оригинальный. Короче, мы идем в ленту закупаться. Мы выбрали идеальный день для шашлыков. Очень холодно. Просто бипец. Вообще зима. Вонторник, снег обещают. Чего? Что же еще? Сегодня 22 мая, кажется. 11 мая, когда есть у него купор, в комнате, там было. Вообще холодно. Первый день, первый день, когда будет. Не, холод, дорога лютая. Причем вчера было солнце, жарко. Вчера у нас был купель. Да, было солнце. Даня чуть не сдох от аллергии вчера. Смотрю, чуть не сдох вчера. Мы приехали. Это наша местная Черная речка. У меня очень много влогов с этого места. Мы сюда вообще в детстве ездили с мамой. И вот и шишки собирали. И кидали их с мостика. Кто дальше? Мы взяли наш, наверное, пакет с нашими вещами. Где он? С какими? Не знаю. Пакеты мусорные, вот это все. Он не у тебя? Нет. Сходи, пожалуйста, возьми. Такой мостик. А вот там тарзанка. Чувак, будем тарзанки? Да. Мы с ней опрыгали в воду. Очень классно. И купались. Там еще есть тоже берег. Вот там мы купались еще. Кстати, уже открыли сезон на байдарках кататься. Ой, на байдарках, как это называется? Классно, люблю это место. Смотрите, Даня что придумал. Бревна делает. Значит, у нас тут мангальчик. Данин диплом. Вот у нас для розжига. Вот ребята тут, значит. Вот, совершенно ничего не делают. Здесь у нас костер. Тоже хотим сделать, чтобы теплее было. Здесь музыка. Здесь мусорка. Здесь я. Вообще хорошо. Прям приятно на природе. Давно не были. Естественно, все в самой лучшей своей одежде приехали. Вот такое мясо у нас получилось. Восветительное. Гипер сочное. Я вообще в восторге. Там висит на мне засадку. Источники фумбари. Еще белое полотенчико на голову. И можно садиться. Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Всем пока. С ручки помашите? С ручки помашите? Продолжение следует...